Ух, Кать, любим мы с тобой поесть, конечно. Тебя это беспокоит? Ну, я очень люблю еду, но в обществе считается, что это как-то все неправильно. Вот конфеты есть нельзя, что-то там еще, хлеб нельзя есть, и вообще надо постоянно себя ограничивать, и вообще какие-то все время у людей неправильные отношения с едой. Может быть, это просто люди неправильно что-то понимают. Если по чуть-чуть, то, возможно, можно все. Но говорят, что отношения с едой – это один из самых частых запросов в работе с психологом. Давайте сегодня узнаем. Здравствуйте, Артем. Здравствуйте. Будьте включим. Сегодня поедим. Поедим. Артем Скобелкин – семейный психолог, психотерапевт, специалист по решению личных и семейных кризисов, помогает разобраться в отношениях, в сложных жизненных ситуациях, сделать правильный выбор, избавиться от чувства вины и обиды. Стаж консультации – 12 лет. Ненормально, когда мы чувствуем себя виноватым, когда мы едим. Это из какой-то психологической проблемы изначально? Мало специй, мало каких-то глутамата, натрия. Тогда лучше вообще избегать удовольствия. Хватит есть, садись работать, пожалуйста. Итак, вопрос от зрителя. Привет, не психи. Нам всем говорят о том, что переедание – это плохо, не доедать – тоже вредно. Постоянные диеты говорят о каких-то психологических проблемах. В то же время приверженность к здоровому питанию тоже может быть опасна. Так вот, каким образом создавать грамотное и нормальное отношение с едой – совсем непонятно. Какие отношения с едой правильные? Независимые отношения. Не в том плане, что… Знаете, есть такая фраза, она касается алкоголиков, что сначала человек пьет вино, а потом вино пьет человек. И про еду так же. Сначала человек просто ест для того, чтобы жить, а потом вдруг в какой-то момент он живет, чтобы есть, и еда его манит из холодильника и говорит ему ночью, «Псс, парень, с тобой поешь». Вот этот вот ночной дожор, да, когда человек уже не может, он сидеть, ему надо идти срочно есть, это как раз-таки про зависимость отношений. А то есть любовь может быть, но без зависимости, да? Любовь к еде, да, взаимная любовь, да, конечно. И на самом деле, когда я готовил сегодня какой-то тест, я понимаю, что тест – это ответ всего на один вопрос. Устраивает ли вас то количество потребляемой пищи, которое у вас есть в день? То есть вот такой какой-то незамысловатый… Я сразу вас огорчу, но что потом как-то… Потому что если нас это не устраивает, то, значит, есть трудности какие-то у нас. Мы чувствуем, что… А это просто общество навязывает. Я когда начинаю, беру печеньку на своем рабочем месте, мне сразу же коллега говорит, «Надя, зачем ты ешь печенье? Что ты заедаешь? Какую проблему ты заедаешь?» Может быть, мы уже переборщили вот с этим? Я сейчас буду заедать все проблемы, когда мы тебя заедаю, заедаю, заедаю. Ненормально, когда мы чувствуем себя виноватым, когда мы едим. Ненормально, когда мы чувствуем себя каким-то еще человеком, который нарушает границы, потому что он пошел чуть раньше есть, чем все остальные, да, должны бы захотели есть. И, конечно, мы можем выделить три основных каких-то нарушения пищевого поведения. Допустим, анорексия, желание быть максимально стройным, да, не отягощать себя какими-то БЖУ-шными штуковинами. Есть булимия, когда человек, он может есть, но при этом он хочет сделать так, чтобы это никакого на него эффекта не производило, и там вызов рвота и прочих вещей, и потом снова есть. А есть психогенное переедание, когда человек просто ест, 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 ест и не может остановиться, потому что у него нет ощущения внутреннего психологического насыщения. И нормальное отношение – это когда мы можем наслаждаться едой, мы можем перекусить для того, чтобы чувствовать себя комфортнее, но при этом в наших мыслях нет одного – где пончик, пончик, пончик. Хочу халлу ем, хочу пряники. Откуда берется это неправильное отношение к еде? Это из какой-то психологической проблемы изначально проистекает? Вообще изначально эта проблема возникла только потому, что в современном мире соотношение вкусовых качеств и энергетической ценности продуктов, оно сбилось. Вот если раньше, например, не было специй, и для того, чтобы съесть какую-то там лепешку с мясом, еще с чем-то, ты съедаешь, и ты, по сути, это не очень вкусно как бы, но это обычно. И все знают, что если мы готовим продукты натуральные какие-то, то это не так уж и вкусно. Это полезно, но не совсем вкусно, потому что мало специй, мало каких-то глутамата, натрия, калия, еще чего-то. А нам же сейчас хочется насытиться, получить максимум удовольствия, но при этом мы съели вот чуть-чуть-чуть съели, и, по сути, нам уже на сутки хватит, а нам надо еще вкуса, нам надо еще больше. И вот проблема возникает от того, что получение удовольствия от пищи и утоление голода – совершенно разные вещи. И поэтому многие люди… Это можно совместить? Или тогда лучше вообще избегать удовольствия? Дело в том, что нужно это научиться контролировать и этим управлять. Потому что, на самом деле, есть такое расхожее мнение, что люди, неудовлетворенные жизнью, они больше потребляют пищу, они больше хотят есть, потому что им важно в себя больше и больше вот этого чего-то запихнуть. И, например, в психологическом плане, например, общение ребенка с мамой, когда только начинается, когда происходит лактация, когда ребенок питается молоком матери, это вот базовое ощущение психологической безопасности, единение с мамой, которое дает ребенку, она и для него весь мир. И нам в ситуации стресса, нам хочется поесть, хочется чего-то вот такого вот в себя погрузить, чтобы нам стало комфортно. И когда я говорю про то, что чем у человека больше каких-то раздражителей, стрессовых моментов, стрессовых факторов, он больше начинает есть. Но когда человек благополучный, у человека он получает удовольствие от всех. У него есть спа, у него есть массаж, он может поговорить с другими людьми замечательно, получает разное удовольствие, то и придя в ресторан, вы, наверное, видели на огромных тарелочках в ресторане, вот-вот там вот такая вот фигулечка лежит, и ты думаешь, как раз 600 рублей так и должны выглядеть, в пищевом переводе. И на самом деле вот это умение наслаждаться тоже очень важно, потому что мы едим такую пищу, которая не доставляет нам, возможно, каких-то радостей для глаз. Ай, какая гадость, какая гадость, эта ваша заливная рыба. Должна быть радость для глаз, радость для носа, радость для рта. И вот когда, например, мы едим пищу, в которой тут немножко зеленого горошка, тут добавлено что-то красненькое, малюсенькое, какая-нибудь помидорочка нарезанная, и когда это все выглядит очень красиво, насыщение возникает больше, когда это пахнет вкусно. Если мы прибежали бегом-бегом, и это все в себя закинули, да, вот полтора килограмма макаронов, макаронных изделий, то действительно у нас очень много энергетической ценности, но при этом мало радости от жизни. А сейчас еще очень модно стало, наоборот, голодать. Это тоже какие-то психические отклонения, или что? Это вот это желание очиститься бесконечно, там несколько раз. Да, пытаться только правильной пищей, например. Или что? Это, я не могу сказать, что это плохо. Это здорово. Сейчас большинство людей пытаются, в большинстве культур, большинство людей пытаются следовать, да, такому здоровому образу жизни. А когда это фанатично. Когда это фанатично, то это ненормально, потому что таким образом человек начинает говорить, что нужно только так. Только льняная каша на воде. И еще всем нужно. Не только ему нужно, а все вокруг должны. Конечно, ведь фанатики тема отличаются, что это вы должны есть льняную кашу, а я сам уже как-нибудь разберусь. А может, это еще привычка такая? Ну вот, допустим, много есть, быстро есть и так далее. От бабушек, которая досталась, когда садишься за стол, и надо съесть все блюда, которые готовят. Дело в том, что даже когда воспитываем мы наших детей, мы не можем дать правильное понимание, а сколько надо есть. Вот сколько есть по времени нормально. Когда ты ешь в какой-то столовой, и ты видишь, что ты вот занял столик, а тут уже стоят и смотрят, когда ты доешь. И мы вспоминаем, когда мы были маленькие, нам родители говорили, давай ешь быстрее, что ты тут сидишь и телишься, да, вот в этом месте. Хотя, по сути, прием пищи, это же отдельная церемония, да, когда мы собираемся за праздничным столом, когда мы можем тут вкусить каких-то вкусняшек, когда мы можем понаслаждаться именно от этого ощущения вкусовых каких-то наших, наши вкусовые сосочки, да, какие-то на вас реагируют. И поэтому нам нужно научиться есть правильно. Например, не есть во время просмотра чего-то, потому что все наше внимание отвлечено. Если вы сейчас смотрите нашу передачу и кушаете... Срочно. Продолжайте, в общем, потому что она не несет вредного действия, как мы, как фанатики, будем говорить, да? Но если вы смотрите что-то, что вас полностью увлекло, и вы не замечаете, что вы уже тут все доели, уже вилку начинаете догорызать, да, то это тоже влияет, потому что мы отвлеклись и не чувствуем вкусового состояния. И поэтому, помните, в Яралаше был там Станислав Садальский, который вот, он накрыл себе стол. И вот это все воспринимает как награду. Тест у вас есть какой-то? Да, тест у меня есть на... Хотел сказать, на память, да? Ну, в общем, тест у меня состоит из одного только вопроса. И, по-моему, мы об этом, ну, как-то затрагивали вопрос, но не важно. А уже был тест, но я думала, у вас какой-то еще развернутый будет. Давайте я еще раз развернуто расскажу. Тест будет называться «Нормальное ли у вас взаимоотношение с едой?» Вопрос там будет один. Вариантов ответа два. Вопрос будет такой «Устраивает ли вас взаимоотношение с едой? Не кажется ли вам, что вы едите больше, чем надо, меньше, чем надо? Все ли у вас нормально с едой?» Сейчас 99% людей ответили «нет». И вот тогда можно добавить вопрос номер два. Это ваше ощущение или ощущение, которое вам дали ваши близкие, коллеги по работе, что хватит есть, садись сработать, пожалуйста. Есть разные пищевые привычки, в том плане, например, все, тест завершен. Поэтому, да, нужно себе ответить на вот эти вопросы. И потому что никто, кроме вас, это определить не сможет. Если мы вам скажем, что «Ой, вы тут зажрались есть какое-то...» Позволять себе много, это тоже будет неправильно. Человек сам это определяет. Но вы для себя должны задать вопрос, который будет вам показывать, что нужно изменить в своих отношениях с едой. Дает ли мне пища удовольствие? Насыщаюсь ли я не только физически, но еще и глаза, мой нос? Получаю ли я вообще удовольствие от самой этой церемонии? Я достаточно часто веду лекции в других городах. И как-то так получается, что с организаторами у нас потом какой-то стол такой, да, обеденный. И разные люди едят по-разному. Я просто вижу, как люди по-разному едят. И мне нравится один из организаторов в одном из городов, который каждый раз спрашивает, не что у вас подешевле есть, а что у вас есть повкуснее. Пучки заячьи верченые, головы щучьи с чесноком, икра черная, красная, да, заморская икра баклажанная. Я его говорю, так ты же так разбазаришь все свои кровно заработанные денежки. Он говорит, я заметил, что разница между вкусной вот едой, которая мне вкусной, и той, которую я беру, чтобы сэкономить, составляет 80-90 рублей. То есть не огромная разница, но при этом для меня обед в рамках моего трудового тяжелого дня. Это такая своеобразная награда, форма поощрения меня самого. Есть еще какие-то способы избавиться от неправильных пищевых привычек? Да, конечно, способов на самом деле много, и сейчас, так как идет такая волна здорового образа, жизни, мысли, питания, то многие советы, они в открытом доступе, правда, многие из них конфликтуют между собой, и в этом колоссальная вообще проблема. Своих детей я кормлю только какой-то невареной и сухой гречей. Каким советам из интернета вот стоит верить, а каким нет? Завтра встану, обязательно съем. И ему еще надо 21 день голодать. Какой-то у меня бампер такой появился, какая-то вот подушка безопасности. Одним из способов правильно сделать, это запланировать свое питание, это понять, когда ты будешь есть, что ты будешь есть, выбрать для этого отдельное время. Если ты вдруг ни с того ни с сего где-то вот ложась спать почувствовал, что эх, сейчас бы буженинки будете с чем-нибудь навернуть, вспомни, да, что эмоциональный интеллект, например, развивается, когда у нас есть аскезы и самограничения, и сказать себе, завтра встану и обязательно съем. Но есть вот какое правило. Если вы, например, где-то находитесь в магазине, покупая все по списку, и вдруг увидели что-то вкусное, что-то прям манящее вас, вот не отказывайте себе в этом удовольствии, потому что это то, из чего и состоит наша жизнь. Ведь мы какое-то время мы все говорим, что удовольствие от лукавого, вкусная пища, враг пищеварения. Или только по праздникам. Это на Новый год. На Новый год. Можно сейчас капельку? На Новый год. А потом ты в час ночи сидишь и просто в себя вот и все. Да, потому что Новый год уже наступил. И завтра надо съесть, потому что завтра испортится. И поэтому нужно просто навести в порядок в приеме пищи. Нужно научиться принимать ее с удовольствием, не отвлекаясь на какие-то вещи. Допустим, когда ты читаешь и ешь, ты не понимаешь половину того, что читаешь, и не воспринимаешь половину того, что ты ешь. Поэтому это должно быть отдельной церемонией. Отнеситесь это как к определенному ритуалу, к определенному обряду, к определенному для себя торжеству. Как-то я сейчас говорю, как будто это, знаете, про то, что даже еда для вас праздник. Нет. Научитесь есть так, чтобы вам было приятно. И вот, конечно же, есть эксперты, как вы совершенно верно отметили. Диванные эксперты и настоящие эксперты совсем разные. Застольные эксперты. Да. И вот один из них. Так каким советам из интернета вот стоит верить, а каким нет? Как можно понять вообще? Правильно человек говорит или нет? Во-первых, у нас есть наша интуиция, которая позволяет понять, что, например, этот совет, он может быть применим другими людьми, а мне он не очень подходит. То есть ведь советы не универсальны и кому-то не подходят. Если нам ложиться на душу, мы говорим, что, о, классно, я бы так попробовал, значит, можно. Но если этот совет несет вред кому-то другому или влияет на кого-то другого, типа, о, с этого дня всех детей и своих, в смысле, да, не в садике, своих детей я кормлю только какой-то невареной и сухой гречей, потому что это чистит организм, да, например. То есть если вы тем самым оказываете влияние на других людей, то нужно, наверное, поостеречься этого. Если вы в плане экспериментов готовы это принять, попробуйте. но если действительно от блогера, рассказывающего это все веет какой-то шизой, то дождитесь первых комментариев под этим видео и тогда уже это все делать. Я недавно встретила в аптеке мужчину, который рассказывал, что он голодает уже неделю и ему еще надо 21 день голодать. Он это два раза в год проделывает, чувствует себя бодрым и счастливым. Вот такие эксперименты. Нет, на самом деле если есть для человека такая процедура, в которой он контролирует этот процесс, это здорово. Мне кажется, нужно проконсультироваться с врачом прежде, чем на месяц уйти в голодушку. Разным людям в разные периоды года необходимо разное количество питания, потому что так как у нас северные регионы, в северном регионе пища должна быть немножко другой. То есть мы больше потребляем какой-то пищи, которая дает нам энергетическую ценность. Спасибо, дружочек. Спасибо. Только кусочек можно побольше. Кладите мне все. Есть даже профессии, где вот эта вот субтильность и хрупкость твоего стана, она не очень приветствуется. Например, оперные певцы. Кстати, я, когда начал заниматься психологией и стал работать именно с серьезными трудностями, прям с очень серьезными трудностями, я понимаю, что мой вес увеличился килограмм на пять, и я понимаю, что это дает мне определенный уровень какой-то внутренней как бы защиты, спокойствия. Какой-то у меня бампер такой появился, какая-то вот подушка безопасности. И какой-то человек, ну не какой-то, я знаю какой, но он мне сказал, что это нормально для людей, которые работают с чужими травмами, это нормально. Как и для оперного певца. Давайте на вопрос от зрителей еще ответим. Ешь столько, чтобы нельзя было определить, какого ты полого. Хочу понять, с чего нужно начать. Я теперь вообще никогда не буду есть. Ну, возможно, мы просто надумываем, действительно, что это вредно. Мороженое всегда после, а иначе вообще ничего не получишь. Моя проблема переедания. Хочу сбросить вес, пытаюсь питаться правильно, но в какой-то момент все летит под откос и случаются зажоры. Понимаю, что без помощи специалиста не могу справиться. Хочу понять, с чего нужно начать, как докопаться до сути проблемы и устранить ее. Нужно здесь самое главное, что понимать, что зажоры – это следствие, это не причина, это следствие. И работать только за следствием достаточно странно. То есть повесить замок на холодильник, заклеить себе рот лейкопластырем или еще каким-то другим пластырем – это не избавит вас от проблемы. Важно понять, что именно вы пытаетесь компенсировать, какую дыру в себе внутреннюю психологическую заткнуть вот этим ощущением безопасности. А вот это как раз таки нужно понять, либо погрузившись в собственное какое-то осознание себя, либо при работе со специалистами. Ведь на самом деле психологи как раз именно для этого и есть, именно этим и занимаются. И когда вот вы в самом начале программы говорили, что ходят не слухи, а информационные такие вот колебания о том, что большинство людей обращаются к психологу именно с этой проблемой, это не совсем так, это всего лишь сопутствующие состояния, говорящие о том, что у человека в жизни сейчас есть недостаток удовольствия. И у многих людей, кстати, есть недостаток удовольствия. И многие сложности сопровождаются тем, что человек начинает еще больше потреблять пищей. Есть определенное состояние, когда человек неосознанно для себя начинает есть больше. Есть даже такие формы психосоматического, психогенного переедания, когда, например, человек в детстве, девочка в детстве подверглась какому-то сексуальному насилию или угрозе этого сексуального насилия. И в какой-то момент ее пищевое поведение становится такое, что ешь столько, чтобы нельзя было определить, какого ты пола вообще, чтобы ты не представляла никакого интереса для людей, которые интересуются тобой как объектом. Поэтому здесь важно разбираться, потому что это не просто про то, что нам не хватает соленого. Я сейчас вижу много тестов, что если вам не хватает соленого, значит, в вашу жизнь нужно добавить вот этого. Если вам не хватает сладкого, нужно добавить вот этого. Это только частичная истина в этом присутствует. Говорят, если сладкого, то не хватает любви. Вот это я недавно на днях буквально слышала. Если мучного, то не хватает. Да, чего-то там, дружбы. Еще какой момент, да. Для того, чтобы мы питались правильно, у нас организм тоже говорит, вот сейчас я хочу этого. Мы иногда организм наш подводим, потому что если я хочу бекона и иду в магазин покупать чипсы с беконом, организм недоумевает. Он говорит, что это? Что это? Это как вот Вовочка в 39-м царстве? Это что, пирожки, что ли, да? То есть это как? А где бекон? А ведь со вкусом бекона. И если мы чего-то хотим, нам нужно это организму дать, потому что у него... Вот когда нас организм попросил, мы ему это дали, и он нас отблагодарил нашим здоровьем, это нормальное и правильное отношение. Если мы кушаем и плачем о том, что Боже, как вкусно, но как вредно, то наши чувства вины заставят нас переедать еще больше. Вот создавайте зажоры, потом ощущение вины, я теперь вообще никогда не буду есть. Только вот ночью можно съесть капельку, да, половину холодильника, а потом снова не буду есть. Вот следующий вопрос, немножко про это тоже. Очень люблю вредную пищу, когда голодная, могу съесть и гамбургер, и картошку фри, и лапшу китайскую, потом себя ругаю. Почему, зная достаточной информации о здоровом питании, о всяких психологических аспектах, я все равно наношу себе вред? Знаете, вот для меня, как для человека, который не связан с пищевой какой-то индустрией, который не является нутрициологом. Для меня, вот так, обывательски, мне кажется, что какая-то вот, допустим, гамбургер или еще что-то, да, это же форма здорового питания, там есть мука, там есть мясо, там есть какая-то зеленушечка, но, видимо, вред от того, что это некачественные продукты только из-за этого. Поэтому здесь важно понять, что вот в этом вопросе, что человека манит к этой быстрой пищей. Если у него только 15-минутный обеденный перерыв, и он тут начинает что-то придумывать себе, он, конечно, будет не успевать стрессовать еще больше. И ему нужно вот это состояние компенсировать чем-то другим. Например, лапша-удон. Я не совсем понимаю, что там вредного такого прям вообще, если она не сделана из какого-то порошка, который на цементно-азбестовом заводе производится в другом каком-то цехе. Но нужно просто разобраться, какой продукт вам доставляет беспокойство относительно его вредности и заменить его полезным. Но просто виноватить себя и говорить, что вот ей какая, и сидеть есть, и плакать, и снова есть, и плакать, это неправильно. Ну, возможно, мы просто надумываем действительно, что это вредно. Потому что так принято. К сожалению, исследования подтверждают, что это вредно. Есть исследователь, который потом выиграл суд по поводу, он питался только фастфудом и очень плохо стал себя чувствовать. Как-то вот так у него получилось. И это говорит, что еда вредная, но компоненты-то по сути правильные, мне кажется. Ну, и еще один вопрос. Про ребенка мы уже про детей говорили. Ребенка невозможно накормить. Это не хочу, то не буду худющий уже. Говорят, что давить и заставлять нельзя. Что делать? Пусть сидит голодный. Тарапышкин был голодный и проглотил утюг холодный. Нет, смотрите, на самом деле мы иногда ребенку даем тот выбор, который мы не готовы принять. Например, у нас дома сварено только одно. И мы ему говорим, ты будешь сегодня вот это, вот это или вот это. И он сидит и думает, а что бы мне такое выбрать? Обычно говорят, что даю, то и ешь. Будуши качки, чипсы буду есть. И поэтому мы ему даем выбор. Как бы ты из какой тарелочки будешь сегодня борщ есть? Из вот этой вот синенькой? Или из вас своей любименькой какой-то? Пусть он из этого выбирает. Потому что когда мы, ну, то есть вот мы же зачем-то его спрашиваем, и тогда мы должны будем принять этот ответ. Но вот это ощущение не хочу. Ребенок должен понять, что мы едим не потому, что мы хотим вдруг есть, а потому, что нам это необходимо для того, чтобы жить дальше. То есть мы заправляем машину для того, чтобы она ехала. И мы принимаем пищу для того, чтобы жить. И наши органы, клетки, ткани работали правильно. И поэтому должно быть определенное соотношение белков, жиров, углеводов, микроэлементов, всего, что необходимо. И когда мы ребенку просто так будем говорить, ты хочешь есть какую-то ерунду вредную, и у тебя в желудке дыра прожгется, и все выпадет на пол, да? Или ты хочешь что-то полезное. Конечно, ребенок захочет вкусное. Я понимаю, о чем этот вопрос. Это о том, что ребенок говорит, я хочу мороженое до супа, например, но я хочу сейчас. И родители, если он объяснит ребенку, почему мороженое нельзя до супа, вот если он ему просто на его языке объяснит, почему это так, тогда и ребенок это будет понимать. Но если мы просто говорим, что нельзя, потому что нельзя, мороженое всегда после, а иначе вообще ничего не получишь, скажут родители сумасшедшие, я пойду чипсы куплю так и так их съем на голодный желудок. В общем, всем желаем здоровых отношений с едой. Получить удовольствие от этого общения с едой. И быть здоровым в этих отношениях. Спасибо вам. И приятного аппетита. И вам, и нам, и всем. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok